Друзья, добрый день, вы на канале Политека, меня зовут Виталий Продьюс, а мой гость сегодня Евгений Киселев. Евгений Алексеевич, здравствуйте. Доброго дня. Евгений Алексеевич, сегодняшний день нам принес новость о том, что уволен министр информационной политики Ткаченко. И вот так совпало, что сегодня как раз день, когда ровно год назад я уехал из Львова, когда закрыли медиагруппу Украина, где мы с вами вместе работали в рамках канала Украина-24. И, конечно же, это заставляет задуматься, во-первых, о том, что произошло с телевидением за это время, какие последствия. Вот вы, Евгений Алексеевич, почему вы сейчас не в марафоне и какие последствия вы видите от марафона на украинское общество и на украинское телевидение сегодня, через год после закрытия Украины? Ну, во-первых, я хочу сказать, что я не знаю, почему я не в марафоне. После того, как медиагруппа Украина прекратила свое существование, многие ее сотрудники остались без работы, но их, как я понимаю, ни на один марафон не пригласили. Откровенно говоря, я полагал, что вот та часть нашей команды, может быть, не вся, но та, которая обеспечивала несколько часов работы марафона Freedom, получит какое-то приглашение о дальнейшем сотрудничестве. Там же все-таки работали не самые худшие специалисты и ведущие, и редакторы, и другие профессионалы телевизионного жанра. Но, как я понимаю, никто никаких приглашений не получил. Я во всяком случае ни с кем не имел на этот счет никаких разговоров, ну а сам я, знаете, не приучен ходить с протянутой ракой и предлагать свои услуги. Я уже, знаете, не в том возрасте и не в том весе. Поэтому я работаю сам для себя и, кстати, прекрасно себя чувствую в роли видеоблогера. За прошедший год, за вот отчетный период, как говорится, я прибавил 200 с лишним тысяч подписчиков к аудитории своего канала. Она и в Украине, и в России, и в третьих странах от Соединенных Штатов до Новой Зеландии. Евгений Алексеевич, я не могу... Много всего, много всего мне пишут, спрашиваются. Ну а что касается воздействия, отсутствия полно... Как это правильно сказать? Полноценного телевизионного вещания в условиях войны. Знаете, это сложная тема. Я категорически не готов разговаривать о качестве работы тех, кто продолжает обслуживать эти два марафона, потому что это было бы, с моей стороны, нарушением моего принципа не давать профессиональных оценок работе своих коллег. Я не медиакритик, я не телевизионный обозреватель. У меня иногда не хватает времени посмотреть даже собственные передачи в записи, потому что уже нужно смотреть следующие. А по-хорошему, конечно, нужно отсматривать свои эфиры и смотреть, где ты не доработал, где ты не так сработал, где ты проявил неуверенность, не знание какого-то вопроса, делать для себя выводы, а уж смотреть, что там происходит у коллег. Знаете, я всегда всю жизнь отказывался комментировать работу других телеканалов, потому что я просто не успеваю смотреть. Поэтому не знаю. Я понимаю, что, в принципе, конечно, война накладывает определенные ограничения на работу средств массовой информации. На то и есть военное положение, и соответствующие оговорки есть в законодательстве. Но, с другой стороны, я думаю, что практически полное отсутствие нормального телевизионного вещания – это не очень хорошо. Но, с другой стороны, понимаете, ведь очень многие журналисты ведут свои YouTube-каналы, ведут свои Telegram-каналы, выкладывают свои видео в других соцсетях. То есть нет ощущения того, что у нас дефицит информации, мнений, оценок, и слава богу. Я уверен, что новые медиа, так называемые, в перспективе, к сожалению или к счастью, традиционное эфирное телевидение отодвинут на второй план вы. Знаете, это было ясно с самого начала. Был вопрос времени и технологий. А мы уже даже не знаем, какие технологии будут через 10 лет. Потому что 10 лет назад мы не представляли возможности сегодняшнего YouTube. А что нас ждет впереди, кто же знает. Евгений Алексеевич, тут не могу не воспользоваться возможностью и пригласить наших подписчиков, Политеки, конечно же, подписаться и на ваш YouTube-канал, авторский, он так и называется, Евгений Киселев, мы ссылочку в описании обязательно оставим. 300 тысяч подписчиков сейчас там вот я смотрел перед эфиром. Конечно же, я думаю, что ваша аудитория... 314, и даже, может быть, уже 315, я не знаю. 315. Так что, друзья, присоединяйтесь. Конечно же, Евгений Алексеевич знает намного больше зрителей. И, конечно, нужно тоже поддерживать и его авторский YouTube-канал. Вы понимаете, в какой ситуации вот сейчас журналисты все оказались в условиях военного положения. Но многие сейчас размышляют, Евгений Алексеевич, про то, что будет после военного положения. И, конечно же, так или иначе возникают какие-то дискуссионные сложные вопросы в обществе. Даже вот сейчас они прорываются через соцсети. И, например, политологи отмечают, что не хватает все-таки площадок для дискуссий. Потому что интервью на YouTube – это один формат, но тут нет дискуссий людей с разными мнениями, которые соревнуются за мнение того же избирателя. Вот сможет ли YouTube нам заменить телевидение вот в таких вопросах, вот в сложных дискуссиях послевоенного времени? Ну, смотрите, на самом деле это вопрос в значительной степени организационный. Вот я пользуюсь, например, системой StreamYard для записи своих видео. Там легко можно собрать трех человек. Допустим, представители разных точек зрения, диаметральных, противоположных точек зрения по той или иной проблеме, и ваш покорный слуга – модератор. И провести на 45 минут, я имею в виду, на час какую-то содержательную дискуссию. Проблема в другом, и это, кстати, давно замечено. Люди не хотят идти иногда на то, чтобы вести публичную дискуссию. Избегают публичных споров. Это до войны было, кстати, очень характерно и для… особенно характерно для Украины. Всё-таки есть определённые традиции, есть, если угодно, украинский национальный характер. Война многое изменила, но вот уж до войны точно многие известные политики, политологи, общественные деятели, журналисты на моё предложение поучаствовать в какой-нибудь дискуссии говорили, да нет, условно говоря, условный Петренко, он мне друг и товарищ. Да, мы с ним находимся на разных позициях, но мы лучше будем с ним спорить очно. Потому что, когда идёт… в смысле заочно, простите. Потому что, когда идёт очный спор, ну, всё-таки очевидно, что в этом споре, как правило, кто-то выглядит более убедительно и кто-то побеждает. А уж если придумать… у меня был один такой формат, который назывался контр-вью, большой контр-вью, смысл которого заключался в том, что сидели эксперты, слушали, ну, приглашённые эксперты, известные тоже политики, политологи, журналисты, слушали дискуссию двух человек и потом говорили, выносили своё суждение, кто более убедительный. И параллельно шло зрительское голосование, они не всегда совпадали, зрители иногда занимали сторону человека более красноречивого и более популистского настроенного, да, который ловил тонко вот эти вот настроения больших зрительских масс, а эксперты, наоборот, занимали противоположную точку зрения. Но всё равно кто-то был проигравшим, кто-то победителем, кто-то не хотел ссориться с хорошим давним другом, приятелем и коллегой. Как сейчас? Я не знаю. На самом деле я хочу пробовать. Организовать это трудно и, право слова, там, грешен. Бывает просто лень. Бывает просто лень, я буду эту свою лень побеждать, во всяком случае бороться с ней и стараться организовать какие-то более изощрённые формы. Но, повторяю, дискуссию провести не так-то просто, как кажется. Евгений Алексеевич, ну у вас большой опыт в медиа-менеджменте. Мы помним, что вы были главой телеканалов в Российской Федерации до того, как началась их зачистка. И вот сейчас я уже возьму, знаете, вот как бы процитирую даже критика сегодняшней власти, которая, у нас же всё-таки есть оппозиция в стране, они часто проводят параллели, что вот такое вот снятие телеканалов информационных некоторых с эфира, там с эфирного вещания, да, со спутников или там с кабельных сетей, да. Это как бы проявление вот российских практик. И даже вот говорят, что это вот сравнимо с зачисткой телевидения независимого, да, которое было в России в начале нулевых. Хотя, с другой стороны, обстоятельства-то разные были. Сейчас у нас военное положение. Но тогда, можно сказать, там тоже ж война в Чечне была, и потом она в партизанской форме продолжалась. Причины. Общие или разные тут. Вот вы находите какие-то параллели или они как бы неуместны тут? Ну, вы знаете, я обожаю исторические параллели, но как историк по образованию знаю, что исторические параллели бывают публицистически, журналистски, конечно, очень яркими и внешне убедительными, но, по сути, не вполне корректными. Всё-таки разное время, разные общества, разные события, разные настроения, разные внешние обстоятельства. Конечно, подчас хочется сравнить одну страну с другой страной, несмотря на то, что разрыв в четверть века, разрыв в экономических, политических, культурных, социо-психологических, общественно-психологических обстоятельствах. Я только одно могу сказать, что, конечно же, всегда присутствует такой фактор, как нелюбовь власти к критике, нелюбовь власти к прессе, к кресту массовой информации, демократические политики разных стран, перебивая друг друга, низко кланяясь и чуть ли не осеняя себя крестным знаменем, любят клясться в верности, свободе печати, свободе слова, свободе высказывания своего мнения. Но поверьте мне, вот когда многие западные политики смотрели на то, как Путин, что называется, в бараний рог скручивает российскую прессу, некоторые из них, я уверен в этом, смотрели на это с легкой завистью, думали, черт, какой же этот Володя молодец, нам бы вот так, но мы же не можем, у нас же вековые традиции уважения к свободе прессы, к свободе слова, нет, понимаешь, мы это позволить не можем, но, конечно, вот если бы как-нибудь так вот. Есть политики западные, которые особенно открыто не любят свободу печати, не буду перечислять их фамилии, но мы их всех знаем. Есть обидчивость, многим политикам эта обидчивость присуща, они обижаются, они болезненно реагируют, им хочется, что называется, сразу ответить, наказать. Это плохо, это плохо. Всё, что я могу сказать. Евгений Алексеевич, ну вот почему мы присматриваемся так получше к марафону, к его последствиям, почему мне эта тема интересна, это вот как раз чтобы последствия у нас не были похожи с теми, которые произошли в России. Потому что вот даже то, что вы говорите о том, что люди не хотят принимать участие в дискуссиях, что сложно организовать дискуссию, людям вообще сложно выражать своё мнение. Это же свидетельствует о том, что вот эта вот концепция, да, окна Авертона, она у нас как бы, она у нас сужается, да, то есть возможности и пространство тем для дискуссий, оно как бы существенно сузилось, скажем так. Ну, посмотрите, я вам один просто пример приведу. Покойный российский политик, оппозиционер, ярый критик Путина, наверное, самый яркий российский политик всего постсоветского периода, Борис Немцов, выступал у меня в моей программе, которую я когда-то вел на канале Интер, «Чёрное зеркало». Как раз шла речь о том, что вот тогдашняя власть тоже была недовольна отдельными телевизионными каналами, отдельными программами, отдельными ведущими. И я тогда пригласил Немцова, это было, возможно, последнее его выступление в украинском эфире. Это было совсем незадолго до его гибели. То есть это был, наверное, февраль, может быть, конец января 2015 года. Вот я спросил его, Борис Ефимович, а вы не помните случайно, вот, а как это было в путинской России, в самом начале путинского президентства. И, значит, Борис Ефимович покойный понял, о чём я говорю, и очень чётко среагировал. Да, говорит Евгений, всё правильно, вы всё правильно вспоминаете, всё правильно говорите. Да, конечно, да. Был период, когда российские политики демократического направления, ошибаясь в Путине, пытались его поддерживать, пытались говорить публично о том, что не надо лишний раз критиковать нашего молодого нового президента. Ну, речь шла там, условно говоря, о 99-м годе, когда Путин ещё даже не был президентом, он был премьер-министром, но всем было ясно, что он будущий президент, и конкурентов у него всё меньше и меньше по мере роста головокружительного его рейтинга. Да и дальше это было потом, в том числе, когда он продолжал вести войну, которая преподносилась как такая масштабная антитеррористическая операция, тоже старались избегать слова «война», хотя не так, как сейчас в России, но, тем не менее, звучали голоса «дайте президенту довести до конца войну с терроризмом», «дайте довести до конца войну с чеченскими сепаратистами», «навести конституционный порядок» и так далее, и тому подобное. И вот Немцов сказал, действительно, мы хотели искренне лучшего для страны, но не понимали, что тем самым идём по дороге, которая вымощена благими намерениями, но которая ведёт в ад. Вот так. Да, ну и сейчас возникает вопрос, а возможно ли, в принципе, вернуться к вот этой полной, так сказать, гласности, и как это может повлиять на страну. Например, Ткаченко ушёл, да, и вместе с ним уходит марафон. Ну, допустим, понятно, что этого сейчас не произойдёт, но вот открываются все вот эти вот сложные дискуссии. Ну, например, что политики у нас, да, день на войне, день на море. Кто-то вот поехал в командировку и случайно задержался на море в Хорватии, например, на отдыхе, да, по пути из Вильнюса. Значит, военкомы в Испании виллы покупают, депутаты на Мальдивах отдыхают, как вот депутат Аристов, которого сегодня лишили мандата. Слуги народа не пошли служить, хотя других отправили на службу молодых, такие же, какие они. Как они будут отвечать на эти вопросы? Вот. Ну, я уже молчу про то, что вот бюджет тратится на стадионы, развязки, на всё остальное, при этом переселенцам, я знаю очень много переселенцев, потому что я из тех мест, срезают с 1 сентября выплаты, которые хоть какая-то, но поддержка, эти там 2000 эти несчастные. Вот. Ну, при этом в Киеве, да, наблюдаешь там дискотеки, вечеринки, всё нормально, при этом каждый день у нас траур, гибнут люди раненые и военные, и гражданские. Вот как это всё называется? Что это за такая ситуация? Это, может быть, это нормально или нет? Если об этом всё начать говорить, что будет со страной открыто? Хороший вопрос и сложный вопрос. На него мне так просто не ответить. Ну, посмотрите, что касается отставки Ткаченко, знаете, у меня здесь некоторый конфликт интересов. Александра я знаю очень давно, вы не поверите, когда-то, в начале 90-х, совсем юный Александр Ткаченко был киевским внештатным корреспондентом, или, как мы говорим, стрингером моей программы «Итоги», которая выходила на российском телевидении, на первом канале российского телевидения. Это было ещё до того, как мы основали НТВ и вместе с программой «Итоги» туда перешли. Ещё там в 92-м, 93-м годах он присылал нам репортажи из Киева о том, что происходит в Украине, что происходит в украинской политике. Потом сотрудничал с нами уже на НТВ, но потом, как говорится, стал расти профессионально, набирать авторитет, вес, популярность уже на украинском телевидении. Там появились плюсы. И, если мне память не изменяет, он там сотрудничал. Я уже не помню всех этапов его карьеры, но с тех пор у нас с ним достаточно хорошие такие дружеские отношения, которые мешают мне давать те или иные публичные оценки. А что касается, кстати, вот этих репортажей, о которых я говорю, их можно найти, пара-тройка, по-моему, на Ютьюбе выложено каким-то образом. Не мною, но любопытно взглянуть. А что касается тех вопросов, которые уже напрямую не касаются телевидения, которые вы мне задаете, ну, я же вижу, у меня все практически мои друзья, знакомые, коллеги об этом так или иначе говорят. Говорят и пишут. Накопилось много проблем, связанных с, наверное, с ошибками, которые допускает власть, и власть центральная, и власть региональная. И тут разный масштаб ошибок. Я имею в виду, и начиная от истории с закупкой барабанов для бомбоубежищ, которая, ну, просто, она фантасмагорическая, да, вот с этой попыткой закупить там сколько-то, тысячу барабанов, или там чуть меньше тысячи, и палочки к ним. И заканчивая какими-то более серьезными историями. Понятно, что очень много вопросов к депутатам, которые уезжают на Мальдивы, которые каким-то образом пересекают беспрепятственно границу Украины, что на самом деле сделать-то не так-то просто. Вот мне много раз приходилось за время войны переезжать через украинскую границу, и я вам скажу, что, ну, правда, да, у меня особая ситуация, у меня в документах указано, что я бывший гражданин Российской Федерации, и ко мне там особый спрос, знаете, там пограничники меня сначала всегда допрашивают строго, а потом просят, когда уже там формальности соблюдены, потом просят сделать со мной селфи. Но никогда вот не в обратном порядке надо отдать им должное. Но я не очень понимаю, а как люди свободно уезжают куда-то там, на Сейшелы, на Мальдивы или на какие-то другие теплые моря, я не понимаю, как это может быть, что несколько десятков слуг народа отсутствуют на пленарных заседаниях Верховной Рады. Вчера 58 человек не было. Да, я знаю, я вот там, я помню, что цифра где-то в районе 60 полебалась. Я не понимаю, я действительно не понимаю, правильно ли это, что деньги выделяются, я не знаю, там на замену, какие-то огромные деньги должны быть выделены или уже выделены на замену счета, который держит статуя матери Родины. Вот это действительно самое важное, что сейчас нужно сделать, поменять старый советский герб на украинский за такие огромные деньги, за которые, наверное, можно там оборонный завод какой-нибудь выстроить. Ну, или во всяком случае закупить так острые, недостающие на фронте обычные автомобили. Мы же видим, что вот очень многие мои знакомые и я там на эти деньги, на эти вещи давал деньги из своего кармана. Вот очень многие покупают вездеходы, внедорожники. Говорят, что новая машина даже не нужна, потому что этот самый внедорожник все равно долго на фронте не проживет. Лучше поддержаны, в хорошем состоянии, относительно недорого и отовсюду раздаются голоса. давайте, 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 спасибо, скажем, низко поклонимся. Я не говорю уже о всех прочих вещах, прицел ночного видения, просто элементарное обмундирование, которого тоже, как я понимаю, как выясняется, где-то не достает. и конечно, возникает много вопросов, правильно ли вот в условиях, когда ведется такая тяжелая, жестокая, кровопролитная война, тратить деньги на какие-то другие нужды, которые, наверное, эти расходы в другой ситуации ни у кого бы не вызывали вопросов. Что же касается того, что в тылу, в мирных, относительно мирных, сейчас нельзя назвать ни одного города, который был бы на 100% мирным, но вот то, что работают по ночам в Киеве или во Львове или где-то еще дискотеки, ну, вопросы есть, да, с одной стороны может быть это и не так уж и плохо, может быть это нужно хотя бы для того, чтобы солдаты и офицеры, которые приезжают с фронта отдохнуть на ротацию, да, чтобы они видели, что в тылу у них за спиной идет нормальная мирная жизнь, которую они и защищают, но с другой стороны вот это безумное веселье, один мой знакомый ездил в Одессу и после этой поездки, это был, правда, до вот этих жутких последних ракетных обстрелов, но вот он ездил в Одессу и сказал, знаешь, тут ворчат некоторые люди по поводу излишнего веселья в Киеве, а в Одессе его в 10 раз больше, но при этом знаете, есть, должно быть чувство меры и так-то, вот мне кажется, излишнее веселье, ну, пусть, пусть, пусть работают допоздна кафе и рестораны до начала комендантского часа, мне так кажется, но вот безумные веселья с фейерверками, с танцами, дранцами до упаду, это, наверное, все-таки не очень хорошо, это, мне кажется, за какую-то красную линию люди переходят. Вот у меня лично и желания такого не возникает, и с коллегами, с кем приходится вот общаться, да, с журналистами, которые освещают происходящее, конечно, тоже мысли... Мне тоже не приходит в голову пойти на дискотеку, даже когда я нахожусь где-нибудь за границей в каком-нибудь европейском городе, настроение веселиться до упадания. Посидеть, поговорить, выпить с друзьями по рюмочке, по-другой, да, конечно, а так нет. Потому что страна, на самом деле, каждый день в трауре, да, вот каждый день же мы понимаем, что если не гражданские там, не дай бог, гибнут, да, то военные действительно присутствуют, ранения, присутствуют, гибель, от этого никуда не уйдешь. И каждый день в семьях в Украине траур. И обычно объявляют на уровне региона, даже, да, на уровне страны. А сейчас это сплошная череда трауров, даже как-то тут сложно представить, где здесь может быть какой-то повод. Ну, оставим тут троеточие, да. Ну, вы знаете, мне действительно хотелось бы закончить разговор на эту тему конкретную, просто для того, чтобы не выступать в роли какого-то там морализатора в белоснежно-чистом пальто. Да. Евгений Алексеевич, ну, предлагаются нам решения обществу, да, вот мы видим, у Арестова забрали мандат, пришли с обысками, также пограничникам, как сообщает Нардеп Гончаренко, дали команду запретить выезд чиновникам и депутатам, но он критикует это решение, потому что это все будет регулироваться якобы в ручном режиме, чуть ли не через офис президента. То есть, является ли это решением проблемы, раз. Второе, украинская правда... Не является, не является, сразу скажу, не является. Отобрали мандат, и давайте дальше заниматься более серьезными вещами, давайте, давайте следователи прокуратуры, уголовного розыска, Министерства внутренних дел, СБУ, там, неважно кто, пусть они занимаются розыском настоящих врагов. Ну вот, смотрите, тут давеча возбудили уголовное дело, объявили подозрение Мураеву, да, и Рабиновичу. Ну, раньше этим нужно было делать, господа хорошие. Где вы были тогда, когда они были активными игроками? Когда к ним была масса вопросов, и когда, когда, когда общество криком кричало и говорило, слушайте, ребят, разберитесь с этими людьми, включая, включая господина, если его так можно называть, господи боже мой, я разнервничался, просто вспомнил все эти разговоры, которые были в 15-м, 16-м, 17-м, годах, там была целая когорта вот этих вот людей, откровенно занимавших пророссийскую позицию, и им это все было, что называется, как с гуся вода, во главе с господином Медведчуком, да, который, вылетела у него фамилия этого фрукта, да, из головы. Медведчук там при этом прекрасно чувствовал себя в Киеве, выстраивал какие-то политические и деловые отношения с Банковой, лично с тогдашним президентом Порошенко. Порошенко позволил ему купить и оперировать вот этими каналами, которые тогда стали фактически рупором пророссийской пропаганды, пророссийских нарративов. Вот тогда надо было СБУ возбуждать уголовные дела, а сейчас надо со шпионами бороться, простите, с тайными и явными агентами, внедренными в Украину, российскими спецслужбами. Поэтому мне кажется, что вот все это, когда это делается, это опять делается популизм, на мой взгляд, откровенный популизм и попытка перевести общественное мнение, внимание общественного мнения на совершенно второстепенные проблемы. «Ура, разоблачили» или «вот-вот разоблачим изменника». Понятно уже, давно ски поняли, что он пророссийский, что он на Россию работает, но чего его сейчас-то разоблачать? Потом, потом война кончится, со всеми разберутся, накажут. Сейчас давай силы бросим не на ведение уголовных дел против вот этих бывших, вчерашних, а на то, чтобы реальных, законспирированных, глубоко внедренных в Украину, в украинское общество российских агентов, разных спецслужб выявлять, выводить, что называется, на свет божий. А что еще? Ну вот, депутатам, говорят, будут вручать повестки, которые ездили на моря во время войны. Это «Украинская правда». Пишется со ссылкой на свои источники в офисе президента. Ну вот, это какой-то такой популистский спектакль, на мой взгляд. Не знаю, не знаю, не знаю. Понимаете, если он депутат, и если у него есть конкретная работа, то пусть он занимается своей конкретной работой на депутатском месте. А если у него нет конкретной работы, господа хорошие, давайте там предложим тем депутатам, которые ощущают себя бездельниками, что им нечем заняться, ну пусть они складывают мандаты и идут воевать. Евгений Алексеевич, кстати, ваш вопрос по поводу безопасности, да, и работы соответствующих служб, он очень важен вот в контексте этого депутата, потому что он не кто-нибудь, а зам главы комитета по национальной безопасности, который вот выехал куда-то вот на Мальдивы. это тоже не укладывается. Арестов, да? Да, 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 Арестов. Ну и сегодня интересный момент в парламенте произошел тоже. Как-то его, знаете, вот все, ну, как обыденность такую подали, продлили мобилизацию, военное положение на 90 дней. Это как бы стандартная практика, но важно то, что эти 90 дневий, то есть до 15 ноября, включают в себя и день, когда, ну, по Конституции должны были бы пройти выборы, если бы не было военного положения, парламентские выборы. Это конец октября, последнее воскресенье октября. Но об этом никто особо не заикается и как-то не коммуницирует вообще, как, когда будут выборы, будут ли выборы, при каких условиях. С другой стороны, политологи, например, которые анализируют и законодательство, и вообще практику украинскую, говорят о том, что, в принципе, парламентские выборы провести не проблема, потому что опыт такой есть во время войны, да, мы это делали, 14-й год вспоминаем, да, парламентские выборы это условия, когда там бои за Донецкий аэропорт шли, а в стране проходили выборы, антитеррористическая операция, да, или же там, например, тот же Зеленский, который победил во время, ну, фактически, тоже гибридной войны, или парламентские выборы, которые он уже проводил, будучи президентом, и местные выборы он тоже проводил. Ну, в общем, разные сценарии. Вот вы как относитесь к этой теме? Вы среди тех, кто считает, что нужны выборы все-таки, и искать для них возможность, или нужно ждать до конца и не обновлять вот эту политическую систему в парламенте, да, пока все не устаканится, не откроется полностью свобода слова, и не будут понятны реальные последствия войны? Ну, я думаю, что все-таки второе. Да, безусловно, отсутствие выборов в срок, их перенос на потом, что называется, на какое-то отдаленное, неопределенное будущее, это плохо. Несменяемость власти, отсутствие ротации в правящих элитах ни к чему хорошему не приводит. Россия яркий тому пример, и не только Россия. С другой стороны, ну, как провести выборы сейчас? Мне кажется, что все-таки вот эта вот параллель с 2014 годом, с 2015 годом, с 2019, с 2020, она не вполне корректна, простите. Все-таки тогда боевые действия в рамках так называемой антитеррористической операции, гибридной войны, которая шла в отдельных районах Востока Украины, ну, они совершенно несопоставимы. Сейчас идет полномасштабная, жестокая война, колоссальное количество населенных пунктов на территории Украины, которые находятся вблизи от границ, которые были какое-то время под оккупацией, либо полностью стерты с лица земли, давайте называть вещи своими именами, либо обезлюдили. Огромное количество украинских граждан являются перемещенными, временно перемещенными лицами. Как в этих условиях провести честные, прозрачные выборы, которые бы сопровождались, кстати, ведь для того, чтобы была предвыборная кампания, нужна предвыборная агитация, нужно, чтобы работали средства массовой информации, нужно, чтобы была разрешена наружная реклама, политическая наружная реклама, масса условий для этого необходимы. Ну, вот некоторые мои знакомые политологи, политтехнологи говорят, что теоретически можно через ДИА, через приложение ДИА организовать выборы. У всех у нас в наших мобильных гаджетах есть это, и почти у всех есть это самое положение, но с другой стороны, а как организовать контроль, потому что все-таки электронное голосование, в него есть большой соблазн вмешаться. Вот один мой знакомый, хороший, сказал, а давайте сделаем три сервера. Будет один сервер в центральной избирательной комиссии, а другой сервер мы поставим в Вашингтонском обкоме, я шучу, там, да, еще один сервер где-нибудь там в Брюсселе, в Европарламенте, или в Еврокомиссии, или может быть там в штаб-квартире НАТО, и результаты голосования должны совпадать на трех серверах. Но это все шуточки, да, я вот вам что скажу, отдельный момент, который, на мой взгляд, очень важен. Мне периодически приходится беседовать, общаться с западными журналистами, политиками, дипломатами, и я знаю, что, простите, мне приходится часто разговаривать с западными политиками, с депутатами Европарламента, с дипломатами, с журналистами, все они хором говорят, что если сейчас будет предпринята попытка проведения каких-либо выборов в Украине, на Западе это воспринято очень плохо, что на Западе это может быть воспринято как попытка действующей власти продлить свой мандат еще там на пять лет. Это надо учитывать, то есть на Украину сейчас смотрят сквозь увеличительное стекло. Когда проходил Вильнюсский саммит, когда на саммите обсуждалась тема соответствия Украины требованиям, которые предъявляются для членства НАТО, речь же шла не только о военной стороне вопроса, требования к члену НАТО, к стране, которая хочет вступить в Североатлантический альянс, касаются и демократических процедур, свободы прессы, политического плюрализма, прав человека, борьбы с коррупцией и многих других вещей. В том числе, конечно же, страна, которая хочет вступить в НАТО, должна быть вне всяких критических замечаний по части выборов, выбранного процесса, электоральной свободы и всего, что с этим связано. Да, но это если война не на годы, потому что если война на годы, то мы можем представить, сколько будет депутатов не ходить на заседание парламента, вот эти 58 человек, которых мы сегодня вспоминали, но они уже, по-моему, прям просятся, что... Подождите, если война на годы, если в связи с пониманием того, что это продлится еще много лет, тогда нужно соответственно к этому готовиться, нужно совершенствовать законодательство, нужно, возможно, принципиально новые положения в это законодательство вносить, нужно садиться за стол переговоров с западными партнерами европейскими и американскими и объяснять им, что да, господа, вот у нас сейчас такая ситуация, что мы не можем провести выборы в полном соответствии с традиционными представлениями, которые есть у вас в Америке, в Англии, Франции, Германии, других европейских странах, о том, какие выборы можно считать абсолютно честными, свободными, прозрачными, но без выборов мы тоже не можем жить. Вот смотрите, у нас есть вот такой набор идей, предложений, вот мы хотим всё-таки провести выборы, а вас просим, чтобы вы к этому отнеслись с пониманием и не выступали с критикой, что, мол, мы пытаемся, что называется, смухлевать, передёрнуть и так далее, что всё будет полностью чисто, прозрачно, благородно, и вы сможете в этом убедиться, мы ждём каких угодно наблюдателей, которые смогут верифицировать, что всё было по-честному, но это я к тому говорю, что ходят упорные слухи, что каким-то выбором всё-таки готовятся, каким не знаю, но это напрягает в том числе и многих наблюдателей на Западе, и это не может потом не отразиться на вопросах, связанных с поддержкой Украины, с помощью Украины, экономической, финансовой, военной. Интересно сейчас проанализировать в этом моменте, какие могут быть всё-таки финалы конфликта или какая-то пауза в нём, потому что, я думаю, вы интересуетесь американской политикой, очень внимательно за ней следите, как и за российской, конечно же, и я думаю, вы не могли не заметить, что в прессе много было в последнее время скепсиса по поводу контрнаступления, вот Wall Street Journal из последнего написал, что медленное контрнаступление вооружённых сил Украины ставит под сомнение продолжение военной помощи Украине, у Байдена размышляют, какой может быть победа, вот они думали, сейчас контрнаступление будет успешным, и тогда усадим за стол переговоров, но пока результат не так очевиден, хотя мы верим в то, что он будет, безусловно. Ну, говорят вот о двух сценариях, что может быть корейский сценарий, это когда вот как бы заморозка путём переговоров, и вьетнамский сценарий, то есть это когда в России дестабилизация, когда они объявляют или будут вынуждены пойти на массовую мобилизацию, люди выйдут против, и, соответственно, власть будет вынуждена свернуть всю эту кампанию, и таким образом война тоже закончится сама собой. Вот какой вариант вам ближе, и какой реальнее? Ну, вы знаете, я бы сказал, что есть ещё израильский сценарий. Израильский сценарий, когда страна, находящаяся во враждебном окружении, или, по крайней мере, имеющая невероятной протяжённостью границы со странами, которые хотят её уничтожить, тем не менее, принимает этот вызов и, с одной стороны, начинает строить развитое демократическое общество с передовой экономикой, а с другой стороны, по сути дела, остаётся на протяжении десятилетия уже в состоянии полной военной боевой готовности. Опять-таки, я понимаю, что параллели хромают, но, тем не менее, давайте вспомним, в 1967 году Израиль окружали со всех сторон враждебные государства Ливан, Сирия, Иордания, Египет. Сейчас совершенно другая ситуация. Дипломатические отношения есть с Египтом граница между Египтом и Израилем, это относительно мирная граница, то же самое касается границы между Израилем и Орданией. Сирии сейчас не до того, чтобы воевать с Израилем. Ну, разве что вот на юге Ливана Хезбула не даёт покоя израильским мирным гражданам, и периодически там бывают и вылазки, и обстрелы, но, тем не менее, в общем, ситуация в целом контролируется. Есть ещё сектор газа, который, конечно же, постоянная головная боль, и оттуда бывают ракетные обстрелы вот этими самыми маленькими мини-ракетами, но есть железный купол. Ну, и при этом вот в Израиле есть и дискотеки шумные до утра по выходным дням, и кафе работают на Тель-Авивской набережной, хотя оттуда до границы с сектором газа всего несколько десятков километров, и в любой момент оттуда начать, могут начать прилетать ракеты, но там люди сидят спокойно, пьют чай, кофе, и другие, иногда, более крепкие напитки, вот, и прекрасно себя чувствуют, при этом, зная, что в любой момент может зазвучать сирена, или может быть объявлена частичная или полная мобилизация резервистов, и в армии служат все, и мужчины, и женщины, и депутаты, и не депутаты, и так они живут на протяжении, повторяю, уже скоро будет 80 лет, в 2028 году, будет 80 лет, как Израиль вот так вот живет, и ничего, и передовая экономика во многих отношениях, во многих сферах, может быть, самая передовая на Западе, вот такой вариант тоже существует, но если говорить вот о всяких публикациях в американской прессе, я бы, знаете, что хотел сказать, это важно, давайте не будем воспринимать статью, опубликованную в Wall Street Journal как передовую в Близзете Правды. Любые, даже самые серьезные, редакционные даже публикации в Washington Post, в New York Times, в том же самом Wall Street Journal не являются публикациями, отражающими точку зрения Белого дома или Конгресса США, тем более, что в Конгрессе США есть республиканское большинство в Нижней Палате и демократическое большинство в Верхней Палате, то есть, грубо говоря, в некотором смысле Конгресс США расколот. Газета Wall Street Journal является, безусловно, газетой, ориентирующейся на establishment республиканской партии. Чем ближе выборы, конечно же, в этой газете будет появляться все больше и больше статей, критикующих политику Байдена или высказывающие скепсис по поводу правильности этой политики в той или иной сфере. Но это совершенно не значит, что так оно и будет в действительности, что вот Байден возьмет и начнет сворачивать помощь Украине. Я совершенно уверен в том, что, конечно же, вопрос о том, насколько эффективна эта помощь, вообще вопрос о отношениях в сложном многоугольнике между Америкой, Европой, американскими союзниками по НАТО, Украиной, Россией, Китаем, Израилем, Ираном и так далее. Очень сложный многоугольник. Эта тема будет в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах занимать значительно большее место, чем когда бы то ни было. Хотя все равно в американской политике всегда на первом месте стоят внутренние интересы социальные, экономические, финансовые, вопросы национальной безопасности. Для американцев все равно самое главное не дай бог будет ядерная война с Россией. А потом уже все остальное. Не дай бог будет какой-то большой конфликт с Китаем. Остальное будет дальше. Но при этом надо понимать, что масштабы американской военной и финансовой помощи Украине они, конечно, огромны, но если сравнивать их с военным бюджетом США в целом, с федеральным бюджетом Америки в целом, ну, это совсем небольшой процент. И тут очень много популизма. Мол, миллиарды долларов, десятки миллиардов долларов расходуются на помощь Украине, заявляют критики Байдена, но при этом они умалчивают, что значительная часть этих средств остается в Америке, потому что они эти средства идут производителям вооружений, производителям боеприпасов, на эти средства расширяется производство, создаются новые рабочие места. Так что для Америки все гораздо выгоднее, чем молюют это дело критики Байдена. Давайте будем об этом помнить. Евгений рационально рассуждать о том, что там у них в головах, какие у них планы, к чему они готовятся. Давайте периодически вспоминать о том, что происходило накануне начала войны. Вот почти все аналитики дипломатические, военные, экономические, все из разных стран, и украинские, и оппозиционные российские, и западные, все наперебой, можно сказать, дохрепоты доказывали, что Путин не начнет войну, потому что это со всех сторон ему невыгодно. И перечисляли все эти невыгоды, все эти возможные, очевидные, неизбежные издержки, которые последуют, если он начнет какую-то военную авантюру. Но он начал. Вот несмотря ни на что он эту авантюру начал. И действовал при этом абсолютно иррационально, вопреки всей логике, вопреки всем очевидным последствиям, которые были видны окружающим. Действовал при этом секретно, заметьте. Операция против Украины готовилась в жанре знаете, вот такого суперсекретного заговора. Это было видно, помните, на знаменитом заседании Совета Безопасности, которое транслировалось по телевидению, и было видно, что почти все участники вообще не знали, о чем идет речь, и какие решения предлагается принять. И это, кстати, очень многое объясняет, понимаете, потому что если бы Путин и его подельники принимали бы ответственное, взвешенное, продуманное решение, то им пришлось бы ставить соответствующие задачи разным министерствам и ведомствам. Конечно, секретные, но тем не менее ставить, да, то есть они бы попросили у МИДа подробную развернутую оценку последствий для международных отношений Российской Федерации как-то скажется на наших отношениях с разными странами мира, странами и континентами, сколько стран нас поддержат, сколько стран от нас отвернется, какие могут быть международные санкции и так далее и тому подобное. Они бы потребовали каких-то оценок от экономических медовств, от Центробанка, от Министерства финансов, от Министерства экономики, ну и так далее, от каких-то научно-исследовательских институтов, которые обслуживают внешнюю и внутреннюю политику России. То есть в этот процесс подготовки и оценки возможных положительных и отрицательных последствий нападения на Украину были бы вовлечены тысячи людей. Этого не произошло. Операция готовилась в узком кругу и были посвящены решение Путина начать войну буквально несколько человек. Соответственно, никакого экспертного базиса под этим решением не было. И в результате получился облом. Киев за три дня взять не удалось. Украину завоевать за две недели не удалось, а последствия были тяжелейшими. И Путин, в общем, политически, конечно же, уже эту войну проиграл. Он уже ничем другим не войдет в историю, как вот этой агрессии против Украины, сделавшего его международным военным преступником. Так он и останется. Но поскольку он понимает, что я и так останусь изгоем и международным преступником, горе оно все синим огнем. Сейчас возьму и начну какую-нибудь всеобщую мобилизацию. А что за этим последует? Насколько он вообще контролирует ситуацию? Что там у людей в головах? Мы же видели там Пригожин, который был объявлен изменником, преступником, всадившим нож в спину. Он уже на саммите Россия-Африка позирует с президентом Центральной Африканской Республики. Причем странно, на официальном протокольном мероприятии в джинсах и в какой-то белой футболочке. Но тем не менее, там прекрасно себя преступник, всадивший Путину нож в спину, прекрасно себя чувствует в родном городе. И это фантасмагория, конечно, которая исключает к сожалению какой-то серьезный анализ. Потому что кто-то предлагает дать региональным лидерам возможность, губернаторам субъектов федерации формировать свои вооруженные подразделения, свои, можно сказать, частные армии. А к чему это приведет? Рано или поздно это приведет к гражданской войне. Потому что рано или поздно произойдет какой-то конфликт между субъектами федерации и бог знает, чем это закончится. Чем это может закончиться, мы видим на примере Чечни, которая по сути дела находится под управлением человека, который мнит себя будущим и миром северокавказского имамата. И я уверен, на самом деле спит и видит, когда же Россия начнет разваливаться и когда я наконец осуществлю вековую мечту народа Ичкерии о государственной независимости. Очень сложно анализировать всерьез все, что там происходит. Знаете, надо следить за тем, что там в политике в российской имеет место быть и при этом всегда быть готовыми к худшему. Вот такой мой рецепт. Конечно, будем за этим следить, потому что август, судя по всему, будет во многом решающим. Август вообще особый месяц в российской политике. В августе всегда происходили грандиозные неприятности, очень часто. Вспомните, 91-й год Пуч, попытка свержения Горбачева. Вспомните, 98-й год Дефолт, вспомните гибель подлодки Курск, вспомните Хасавёртский мир и очень многие другие события. Война с Грузией. Очень многие события происходили именно в августе. Что нам этот август готовит, да бог его знает. Но если какая-нибудь большая неприятность для Путина случится, я лично буду очень доволен. Да, и надеемся, что Владимир Васильевич, как его сегодня назвал патриарх Кирилл, сменит профессию как можно скорее. Ну, что вы хотите от старика Гундяева, я имею в виду. В миру-то у нас патриарх Кирилл Владимир Михайлович Гундяев, стареет Владимир Михайлович. Это бывает с людьми в его возрасте. Путает имена, фамилия, лявки, адреса. А мы все помним. Евгений Алексеевич, спасибо вам за участие в нашем эфире, спасибо, что присоединились, было очень интересно. Евгений Киселев, журналист, друзья, подписывайтесь на авторский канал Евгения Киселева на Ютубе, также подписывайтесь на Политеку, ставьте ваши лайки. Меня зовут Виталий Продюс, спасибо вам всем за внимание, всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова